Макошь Макошь. В земном представлении это богиня судьбы. Предыдущие нити жизни у всего сущего. Даже, говорят, спредают у самих богов. Потому и те пред нею преклонялись. В плетении в великом полотне судьбы ей пособляют две кропотливые помощницы. Доля и недоля. Поскольку человек вольен в своем выборе поступать, как знает, он выбирает, делать зло или творить добро. За благие дела Макошь его награждает. Тогда долю ему удел на земном пути завяжет. Если плохо поступает, ему недоля вяжет нить, чтобы урок он получил. В зависимости от всего этого человек живет счастливо или несчастливо. Даже существовало такое выражение «Будет, как Макошь завязала». А сомневаться в ее воле было невозможно. Предки славян считали, что все воздается по справедливости. Если в этой жизни ты не натворил бед, тогда за прошлое ты получаешь, коль жил недостойно. Макошь считалась матерью всего сущего. Даже по каким-то истокам, женским воплощением рода. Где-то светлым олицетворением Макоши виделось живо о темном Марена. Почитание ее особо видно потому, что это единственная богиня среди пантеона богов, возведенного князем Владимиром, упомянутая в повести временных лет. Какую же роль она играла в жизни и взглядах славян? У нас существует два рода человеческой природы. И пока мужское воплощение практически не претерпевает изменений за весь жизненный путь, женский род имеет особо переменчивую натуру. Это раньше, во всяком случае, понимали во все времена и во всех странах. Потому у древних славян на каждом этапе женственности существовало три основных, можно сказать, идеала. Леля была олицетворением девичьей свежести, Лада – воплощением молодой, достойной мужей жены и, наконец, Макошь, уже мудрой, состоявшейся, зрелой матерью. А ее родословной при всем при этом загадок больше, чем ответов на них. Учитывая часто рогатый образ, многие полагают, что это одно из воплощений небесной коровы Зимун, что делает ее даже возможной матерью Велеса. По другим источникам, она является женой скоти его бога. Иные истоки связывают облик Макоши с совершенно иной богиней, матерью с сырой землей. Отсюда ее относят к супруге самого сварога, аргументируя это тем, что и муж есть воплощение небес, а жена земли. Находятся записи, кое относит Макоши также к дочери рода или его сестре. Помощниц Макоши, долю и недолю, в разных истоках называют и ее сестрами, и дочерями. А напоследок есть мнения, утверждающие, что Макоши не нашлось ни одного достойного мужа среди всего славянского пантеона богов. Что рождена она была из ниоткуда, что это иная, более мудрая и высшая степень божества, что попросту не нуждается ни в чем покровительстве, что она иной вершины, недосягаемой. Где правда, где вымысел, разобраться необычайно сложно. Все выдвигают свои версии уверенно, как единственно правильные и неоспоримые. Мое же мнение таково, что в подобной путанице отчасти виноват приход христианства. Каких-то богов воплотили в образе единого бога и святых, а других отобразили в сатане и его демонах. Из-за этого многое смешалось. Такое явление коснулось и многих других богов. К Макоши в данном явлении для славян приравняли в почитании Проскеву Пятницу, кое молились, как покровительницы полей и скота. А по Пятницам в храмы этой великомученицы приносили плоды, даже когда-то, говорят, и Макоши. Конечно, есть еще немало мнений касательно богини такой величины. Но я искренне верю, что кто ищет ответы, тот всегда их найдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok